Всем привет! Добро пожаловать на наш канал! Мы рады вас приветствовать! И сегодня мы поговорим об объективах. Ну, немножко предыстории. Фотографией я начал заниматься в далеком детстве. Мне всегда нравилось заниматься с отцом проявкой пленки, чайки фотографии в темной комнате, в прекрасном свете. Этот незабываемый запах фиксаторов, проявителей. Это всегда было для меня какой-то магией. И вот в моем детстве мне отец на день рождения подарил камеру. Все это было, естественно, в пленочные фотоаппараты, потому что цифры тогда не было. И снимать я начал все, абсолютно все, на что хватало пленки. Пленки, естественно, хватало всего лишь на день, первые несколько съемок. А потом уже ты, естественно, начинаешь экономить, хранить кадры, ты понимаешь, что у тебя их всего несколько, там 36, и поэтому ты стараешься, как бы, немножко экономить. Поэтому камера для меня это символичная вещь, которая напоминает небес. Ну, естественно, на фотографии через какое-то время я надолго расстался, снимал так для себя, иногда немного. И вот в 2015 году я снова купил камеру. Это было у меня уже Canon EOS 7D, которая была кроп-камера, но мне она нравилась. И купил я себе первый объектив к этой камере, Canon 50 1.8. Этот объектив мне так нравился, он был очень хороший. Ну, со своих денег, естественно. Это Ниэль, объектив премиум класса. Ну, для выполнения моих задач, это были, опять же, любительские съемки, съемки Саши, просто пейзажи. Ну, на тот момент, каждый раз, когда Саша критиковала фотографии, мне казалось, что весь мир тут у меня, и она ничего не понимает в искусстве. На самом деле, смотря сейчас на эти фотографии, я понимаю, что это был дикий шлак. И очень ужасные фотографии. Но что-то мы все равно пытались, учились, вспоминали. И потом я понял, что 50 мм для меня мало. Мне нужно что-то большее. Что-то нужно, был штатный какой-то объектив, который покрывал несколько фокусных расстояний. И вот мой взгляд остановился на объективе Canon 24-105. На тот момент, один из топовых объективов именно в бюджетной линейке, именно L-класса, то есть премиум, но бюджет. Он шел в китовом наборе с камерой, 5D Mark II, 5D Mark III. Вот. И, естественно, я этот объектив купил бэушный, что, опять же, для меня был опыт. Вот. Объектив я купил, особо его не проверял на почте, с радостью проверил, посмотрел на камеру, поставил, сделал пару снимков, вроде он. Все. И этим вся моя проверка закончилась. Какое-то время я снимал им, ходил, довольный. И потом начал замечать один неприятный момент. Хобот в данном объективе, то есть, начал выезжать. То есть, он не начал, а он выезжал. Но я этого не обращал вначале внимания. А потом понял, что это ненормально. Посмотрел на форумах, очень многие жаловались на данный объектив. Какое-то время я с ним, им еще и поснимал, но изменение фокусного расстояния именно под весом самого объектива, то есть, нашего хобота, меня дико бесило. Особенно, если вы хотите снять что-то вертикально, у вас это не получается, фокусно меняется. Хотите снять что-то в небе, опять же, фокусно меняется. Постоянные смазы. Ну, это очень бесило, очень раздражало. То есть, хороших кадровых не получать, и нужно снимать только параллельно земле. Естественно, контролировать, опять же, наш хобот. Объектив мне надоел. Я его продал. Через какое-то время я... Какое-то время я пользовался только фиксами. Вот. После чего мне в руки попал 24-70, 2.8 первой версии. Тоже неплохой объектив. За свои деньги довольно-таки неплохой. Как штатный у меня длительное время был. Потом я купил 24-72 версии. Объективчик немножко, скажем вам, получше, поприятнее. Ну, опять же, тоже есть свои нюансы. Не на всех фокусных расстояниях он резкий. И много своих нюансов. Но, опять же, все равно. Как штатный объектив, он хороший. Какое-то время спустя мы купили Саше камеру EOS R. Замечательная камера. Я вам скажу, что у меня есть уже мысли продать МАК-4. Взять R6 Саше, себе взять R-ку. Потому что откидной экранчик это нечто. У вас открываются больше возможностей для съемки. И ракурсов вы можете больше взять, не падая на землю, как идиот. И не вымазываясь. И провести съемку. То есть, ну, это большой плюс в сторону этой камеры. Ну, далеко он не единственный. Но об этом немножко в других видео мы обсудим конкретно. Разницу, плюсы, минусы. И вот через некоторое время мы решили все-таки сделать обзор каких-то RF объективов. Так как у нас есть камера EOS R. И вот нам в руки попал объектив. Тот же штатный. 24-105, но RF. Нам любезно предоставила на обзор Canon Ukraine компания. И что, естественно, мы делаем. Обзираем. Итак, что у нас изменилось по сравнению с тем объективом, который был у меня. Во-первых, это 18 элементов в 14 группах по сравнению с первой версией для зеркальных камер. Это 18 элементов в 13 группах. Вес объектива изменился. На форумах я почитал, что люди пишут, что объектив полегче, стал немножко легче. Я скажу, что нет. Здесь объектив весит 700 грамм. Старый объективчик для зеркальных камер весил 670 грамм. Что у нас дальше? 9 лепестков диафрагмы, что, конечно, делает немножко нашу бакешку поприятнее. Старый объектив. 8 лепестков диафрагмы. Минимальная диафрагма на 22, что здесь, что там. То есть, мотор у нас здесь nano USM. В старом объективе USM. Итак, что в этом объективе конкретно понравилось мне? Это кнопка LOCK. Это очень удобный момент в этом объективе. Чем он удобен? Тем, что, допустим, вы транспортируете этот объектив. И хобот, вот мы его включаем, не выдвигается самостоятельно у вас в процессе транспортировки. Объектив не повреждается. И, естественно, больше и дольше сохранится целостность вашего объектива. Итак, что мне не нравилось в старой версии? Это когда я снимал, объектив самостоятельно выезжал под грузом данного количества стекол в объективе. И он, естественно, потихонечку у нас выдвигался. Обратно мы снимаем вверх, опять он задвигался. То есть, это было очень и крайне неудобно. Что еще мне не нравилось? Когда в старой версии мы меняли фокусное расстояние, естественно, выезжал наш хобот. И он немного прокручивался, и линза поворачивалась. То есть, если вы снимаете с поляризационным фильтром, либо с ND-фильтром вариативным, при смене фокусного расстояния у вас нарушалось действие поляризационного фильтра, либо ND-фильтра. И вам снова приходилось это настраивать. Что тоже неудобно и влияет на скорость работы и всего прочего. Итак, у нас механическое кольцо изменения фокусных расстояний, электронное кольцо фокусировки. Что поменялось в этом объективе по поводу фокусировки по сравнению со старым объективом? Это здесь не показано расстояние гиперфокалов и расстояние до объекта. Это показывается уже непосредственно в камере. Очень удобно. Кстати, при съемке видео вы не смотрите на объектив, а все вы видите на экране вашего дисплея в камере. показывается конкретно расстояние до фокусированного объекта. Там, где у нас фокусирована наша линза. И третье кольцо, тоже электронное. Это программированное кольцо. В своих съемках я настроил это кольцо на изменение ISO. То есть вы снимаете, у вас немножко подсветилось, здесь есть два варианта. Либо просто вы крутите кольцо и у вас меняется ISO, либо вы до половины нажимаете кнопку спуска затвора и после этого вращаете кольцо. Я принял эту функцию, потому что иногда можно случайно зацепить кольцо, не заметив этого, и поменять ISO. А здесь конкретно вы до половины нажимаете кнопку спуска затвора после упрощения и поворачиваете кольцо. При каждом провороте издается характерный щелчок, то есть вы не промахнетесь. Несколько щелчков, несколько изменений степеней вашего ISO. Очень удобно, мне понравилось. Дальше, что у нас по поводу резкости и хроматической аберрации. На 24 мм у нас наблюдается виньетка от диафрагмы 4 до 8. После 8 она пропадает и, естественно, кадр становится более-менее отличный. Резкость у нас мягенькая от 4 до 5 и 6. Дальше у нас она по краям очень мягкая, в середине кадра мягкая, но все равно детали все видно, я, в принципе, претензий не имею. Допустим, на 24 мм, на 24-70 в моем второй версии резкость немножко у нас похуже. И это меня немножко как бы расстраивает, потому что тоже как бы не дешевая линза, но хотелось бы желать лучшего, поэтому снимаете вроде как на широком угле, а деталей очень мало. После 5 и 6 диафрагмы у нас появляется резкость даже ближе к самим краям кадра. Хроматические аберрации очень сильно у нас пофиксили, как так сказать, намного меньше, и это очень радует, потому что кадр смотришь прям, ну, не нужно в редакторе убрать хроматические аберрации, редактор, та же камера RAW и прочие сторонние редакторы, как Capture One, Lightroom, не всегда справляются с автоматическими аберрациями. Здесь же их и так мало, и редакторы, если нужно, убирают излишки. Дальше, фокусное расстояние 70 мм. У нас также наблюдается виньетка от диафрагмы 4 до 5,6. Дальше виньетка у нас пропадает. По резкости также у нас до 5,6 немножечко мягковатый кадр, но не скажу, что не резкий. Резкий, и есть детали, и уже ближе к краю они появляются, то есть здесь можно сказать, что неплохо, классно. Ну, по сравнению с 24-70 второй версией для зеркальных камер резче. На 105 мм этот объектив мне очень понравился, очень, прям очень. Во-первых, виньетка у него до 5,6 и относительно очень маленькая. Резкость, уже начиная с 4, он очень резкий по всему кадру. В некоторых моментах, прям, ну, почти возле самого края, он немножечко, немножечко мягкий. Я не скажу даже, что мыльный, мягкий. Но, в целом, на 105 мм отлично. Что хочу сказать о стабилизаторе изображения. У нас он остался на прежнем месте, рядом с кнопкой автофокусировки. Вот включается, он выключается, характерный щелчок. Старый объектив 24-105 для зеркальных камер, у нас имел 300 ступеней стабилизации. На деле он показывал две, и то не всегда. Мне не нравилось. Для съемки видео он вообще не нужен, если вы еще снимаете со стабилизатором сторонних производителей. Это же экран, Ronin и другой какой-то DJI. Вот, здесь же стабилизатор мне очень понравился. Во-первых, на 24 мм, конечно, это не 5 стопов, как заявляет производитель, а 3, а 3, 4 даже, не 3, 4 стопа. Мы пробовали опускать до 1,15, до 1,30. Так вот, на 1,15, 1,30 у нас объектив все-таки немножечко видно. Было легенькие смазы. На 70 мм стабилизатор отрабатывал именно где-то около 5 ступеней, что не может не радовать. А на 105 мм объектив удивил, и он стабилизировал на изображении уже даже, когда мы понижали нашу экспозицию, на 6 ступеней, и стабилизатор работал отлично. Именно на 105 мм он резкий, и стабилизатор работает не на 5, а на 6 ступеней. Ну, в принципе, учитывая то, что у нас не 5, а 3, 4 на 24 мм, и около 6 ступеней на 105 мм, то в среднем мы, в принципе, имеем 5 ступеней стабилизации. По поводу чего я бы хотел еще рассказать. Кольцо, то есть диаметр для фильтра. Это 77 мм, в принципе, то же самое, что и на 24-105 для зеркальных объективов. И, в принципе, это самый универсальный на данный момент диаметр фильтров, которые люди используют, в принципе. Поэтому фильтр, если у вас был старый, вы можете спокойно прикрутить сюда и пользоваться. Что хочу посоветовать людям, у которых EOS R, это этот объектив. Пользоваться им при съемке видео, при съемке репортажей. Это очень удобная вещь. Сказать, что он имеет какую-то художественную картинку, ну, я бы не сказал. Опять же, у фиксов есть свои особенности, какие-то некоторые изменения от фокусного к фокусному. Здесь же обычный стандартный объектив, который имеет классную картинку, красивое баке на 105 мм. Я не скажу, что оно идеальное, но красивое. Резкий, практически на всех фокусных. Ну, почему практически на всех фокусных? По сравнению даже с тем же 24-70. Не помню, где он. А, он снимается. Не, сейчас. Так вот. Объектив должен быть у любого репортажника, который использует камеру EOS R. потому что, ну, мне очень понравилось данное стекло, и я бы хотел иметь у нас, так сказать, в объективном парке, такой объектив. Ну, опять же, будет видно. Если я действительно поменяю Mark IV на R, то такой объектив у нас будет. Либо 24-70, то F2. Он немножко поприятнее. Ну, конечно, на 1000 долларов подороже, но объектив имеет тоже много своих плюсов. Ну, опять же, он имеет стабилизатор. Итак, на данный момент это все, что я хотел сказать об этом объективе. В ссылочке под описанием я выложу ралки, снятые на этот объектив. В спортивном зале я поснимал, Сашу. Уличные, не знаю, есть ли смысл выкладывать. Если есть желание, напишите в комментариях под этим видео, и я добавлю ссылку уже с уличными фотографиями, именно снятые пейзажи и все остальное. Ну, а на данный момент всем спасибо. Оставайтесь с нами. Пишите комментарии, чтобы вы хотели услышать от меня обзор, какой техники вам сделать. Впереди у нас оно, делаю анонс, обзор света Godox ML60. Пришел к нам новенький, очень интересный светильник. Также, Non-Lite, Little Light 5C. И еще ряда какой-то техники. Я еще не понимаю.